За текущий год на территории Искитима и Искитимского района произошло 36 дорожно-транспортных происшествий. Из них четвертая часть с нетрезвыми водителями, 7 ДТП с участием тех, кто не имел права управлять транспортным средством. В таких авариях погибли 3 человека и 15 получили травмы различной степени тяжести. Для профилактики нарушений правил дорожного движения сотрудники госавтоинспекции проводят рейды. Во время летних отпусков в Мурмитерское направление – сплошной поток машин. Люди отправились на отдых, но в селе водители едут на законных основаниях. Водитель передвигается без водительского удостоверения. Также данный автомобиль управляет по договору купли-продажи. Он не зарегистрировал его, установлен законным сроком. Теперь шофера ждет постановление и протокол об административном правонарушении. Автомобиль отправится на спецстоянку. Сотрудниками госавтоинспекции города Искитима в предстоящие теплые выходные дни будут приближены к садовым обществам, также к отдаленным населенным пунктам Искитимского района. Особое внимание будет уделено выявлению водителей в нетрезвом состоянии, который управляет транспортными средствами. Также управляет транспортными средствами без водительского удостоверения. Машина полная металлолома привлекает внимание госавтоинспекторов. Водитель уверяет, что все нашел на свалке. Сейчас проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Черный металл». Убедимся, удостоверимся, проверим, если у вас все в порядке, все соответственно, поедем дальше. Сейчас проследуйте за нами. Во время каникул нужно задуматься и о детской безопасности. Обращаясь к родителям, которые, к огромному сожалению, до сих пор приобретают своим детям, не достигших установленного возраста для управления транспортными средствами, всеразличную мототехнику, и которая отпускает их бесконтрольно на дороге общего пользования. Тем самым это может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. В минувшие выходные сотрудниками ГАИ были задержаны двое водителей в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель не имел права управления, и двое, кто отказались проходить медицинское свидетельствование. Пять автомобилей поставили на спецстоянку.